Период наиболее благоприятного и плодотворного сотрудничества Владимир Львович, здравствуйте. Для двусторонних отношений Узбекистана и России этот год особенный. Во-первых, 25 лет, четверть века со дня установления дипотношений между Узбекистаном и Российской Федерацией. Во-вторых, активизация контактов абсолютно по всем направлениям. Министр иностранных дел Узбекистана Абулазис Камилов отметил, что этот период сотрудничества наиболее благоприятный и плодотворный. Согласны ли вы с этим? Если да, то как удалось добиться такого прогресса? Я абсолютно согласен со словами Абулазис Хафизыча. Действительно, наши отношения сейчас находятся на небывалом подъеме. Импульс активизации был придан государственным визитом Шавкат Мирамоновича Мерзиоя в Россию, который состоялся в начале апреля. Но ведь ему предшествовали и другие контакты между нашими руководителями. И приезд сюда в сентябре Владимира Владимировича Путина, и пребывание здесь Дмитрия Анатольевича Медведева. И кроме того, те контакты, которые у них были и на полях международных встреч, и телефонные беседы, они способствовали укреплению взаимопонимания и приданию импульса развитию отношений. На мой взгляд, вот те контакты, которые установились между нашими руководителями, я имею в виду Владимира Владимировича Путина и Шавкат Мирамоновича Мерзиоева, это тот камертон, который позволяет развивать отношения по всему спектру наших связей. Остановимся более подробнее на визите. Визит действительно исторический, прорывной, об этом писали средства массовой информации Узбекистана и Российской Федерации. Руководители страны отметили, что подписан колоссальный пакет документов на 15 миллиардов долларов США, но особый упор был сделан на то, что эти подписанные соглашения не должны остаться на бумаге, они должны быть реализованы. Как идет процесс реализации этих договоренностей? Очень правильный вопрос, потому что важно не только договориться, а важно реализовать договоренности. Выработана специальная дорожная карта, и на регулярной основе мы сверяем ход реализации этих договоренностей. Уже многое заработало. Скажем, один из вопросов, который был темой визита, расширение поставок плода овощной продукции Узбекистана в Россию. Создан зеленый коридор. Это очень важный момент. Другой вопрос, который также обсуждался, развитие межрегионального сотрудничества. Ну, уже сейчас Россию посетил ряд руководителей регионов, Хакимов областей. Здесь находились представители регионов России. Спасибо. Господин посол, в этом году исполняется 8 лет, точнее, в ноябре исполнится 8 лет, как вы руководите депредставительством Российской Федерации в Узбекистане. За этот период вы были свидетелем очень больших изменений, исторических событий. На ваш взгляд, какую емкую формулировку можно дать тем реформам, которые происходят в Узбекистане сегодня? Знаете, скажем, если кратко, я бы сказал, ветер перемен. Ну, а если более глубоко говорить, я бы обратил внимание на их комплексность. Что вот стратегия действий по пяти приоритетным направлениям носит комплексный характер. За прошедший период сделано немало. Конечно, мне проще всего говорить на той части этой стратегии, которая касается внешней политики, потому что мы все наблюдали те изменения, которые произошли в регионе, те налаживания взаимоотношений между странами региона и ту роль, которую играет в этом республика Узбекистан. Мы считаем очень позитивным вот такое развитие событий, которое способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе. Вы знаете, все мы сейчас живем в очень неспокойном мире, и чтобы противостоять угрозам терроризма, исходящим извне, нужно вот такое взаимодействие и укрепление сотрудничества. И мне кажется, что руководство Республики Узбекистан делает очень много для достижения этой цели. Но из других аспектов стратегии действий я хотел бы прежде всего отметить, касающиеся взаимодействия с обществом Узбекистана. Виртуальные приемные, которые были организованы по инициативе Шавкат Мирамоновича Мерзиёева, на мой взгляд, играют очень важную роль в укреплении диалога с народом. Ну, диалог с народом – понятие такое растяжимое. Ну вот, виртуальные приемные позволяют точно определить полевые точки, которые возникают в обществе. Очень часто они кажутся со стороны небольшими, но они имеют глубокую проекцию на будущее. И, на мой взгляд, руководство Узбекистана оперативно реагирует на это. Внимательно наблюдаем, как ведется работа, скажем, по реализации планов валютной либерализации, по созданию климата, более благоприятного климата для деятельности иностранных инвестиций. Все это очень важно. И это все способствует укреплению нашего двустороннего сотрудничества. Узбекистан и Россия начали строить двустороннее сотрудничество в области миграции. Министерство иностранных дел открывает дополнительные представительства. Совсем скоро должно открыться Генконсульство в Санкт-Петербурге и других городах Российской Федерации. Агентство по трудовой миграции открывает свои представительства в России для того, чтобы трудовые мигранты, уезжающие в Россию из нашей страны, могли знать свои права, чтобы их вовремя права могли защитить. Но, помимо этого, мне известно, что и правительство Российской Федерации, и правительство регионов приезжают в Узбекистан для того, чтобы наладить сотрудничество в области миграции. В частности, я знаю, что правительство Санкт-Петербурга приезжало в Самарканд, и в частности они были в Ташкенте, общались с нашими чиновниками о том, чтобы открыть в Самарканде центр по вопросам трудовой миграции. Какая работа ведется в этом направлении, и как будут функционировать эти центры? Вы абсолютно правы. Российские регионы считают, что работа по привлечению временных трудовых мигрантов должна вестись на системной основе, на основе тех договоренностей, соглашений, которые были заключены между нашими странами. Действительно, в Самарканде предполагается открытие вот такого центра, который будет заниматься и подбором желающих выехать на временную трудовую деятельность на территорию Российской Федерации, их подготовка, обучение, необходимо сдача экзаменов. Но не только Санкт-Петербург этим занимается, этим занимается и Москва, и есть интерес со стороны других регионов. Это как бы одно из проявлений нашего сотрудничества по линии субъектов Федерации России и областей Узбекистана. Но, разумеется, это сотрудничество не идет само по себе, а как бы под крышей федеральных органов. Здесь это Министерство занятости и трудовых отношений, которое очень много внимания уделяет этим вопросам. В нашей ситуации это прежде всего Министерство внутренних дел, по крайней мере в нынешней ситуации, потому что в Министерство внутренних дел были переданы функции Федеральной миграционной службы. И одним из шагов в этом направлении должно быть учреждение здесь представительства Министерства внутренних дел, которое занималось бы вопросами трудовой миграции. По этому вопросу, по-моему, и шли переговоры во время визита в Узбекистан министра внутренних дел Российской Федерации. Да, Александр Колокольцев обещал ускорить решение этого вопроса, и у меня есть основания полагать, что он очень скоро будет решен. Я не хочу сглазить, но рассчитываю, что до конца лета представители Министерства внутренних дел, занимающихся этими вопросами, здесь прибудут сюда и начнут заниматься этими вопросами. Соответственно, и представители Министерства внутренних дел Узбекистана будут находиться в Российской Федерации? Вы понимаете, что эти представительства органов, занимающихся вопросами драмы? Да, в данной ситуации Министерства внутренних дел Узбекистана, но это не значит, что представительство МВД здесь будет заниматься только вопросами трудовой миграции. У них будет и свой представитель, как обещал господин Колокольцев, непосредственно занимающийся тематикой МВД. И там, естественно, Министерством есть в чем сотрудничать. То есть здесь никакого ущемления. Понятно. Ну, Министерство занятости и трудовых отношений тогда будет вести активную работу в Российской Федерации. Конечно, конечно, и это необходимо для обеспечения интересов трудовых мигрантов. И очень, Вы правильно сказали, очень важное решение об открытии новых генеральных консульций Республики Узбекистан в Российской Федерации. Принято уже постановление президента об открытии в Санкт-Петербурге. Это, я думаю, уже скоро будет реализовано. Но, кроме того, предполагается открытие еще в ряде городов, что тоже, мне кажется, очень важно. Сейчас активную работу между собой ведут и ключевые, такие очень большие авторитетные мозговые центры, как Узбекистана, так и Российской Федерации. Я знаю, что Вы недавно были в Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан. Общались с директором института Владимиром Норовым. Есть ли какие-то уже конкретные договоренности или установленные объекты, субъекты сотрудничества? С кем будет это сотрудничество налажено? Конечно, уже давно имеются связи между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана и Российским институтом стратегических исследований. Но мы полагаем, что эти контакты должны быть углублены и под них подведена законодательная база. Мы рассчитываем, что эти два центра заключат соответствующие соглашения, которые позволят им расширять и углублять такое взаимодействие. Наш российский институт стратегических исследований имеет свои публикации, которые представляют большой интерес для узбекской страны. И не только в плане изучения того, чем занимается РИСИ, но и для доведения через них до российской общественности своего видения, своих взглядов. Когда мы разговаривали с Владимиром Ивановичем Норовым, то я понял его так, что и здесь предполагают организовать такой же источник информации. И мне кажется, будет очень важно налаживание вот этими взаимными обменами публикаций. Спасибо большое, господин посол. Ну и последний вопрос. Есть такое выражение, его приписывают Вольтеру, буквально говорят, что когда дипломат говорит да, это значит может быть. Когда дипломат говорит может быть, это значит нет. Когда дипломат говорит нет, то не дипломат. Согласны ли вы с этим суждением? И на ваш взгляд, без каких ключевых качеств нельзя обойтись дипломатом на этой службе? Вы знаете, что касается высказанной Вольтеры, то я все-таки сторонник четких формулировок. Другое дело, что и нет, можно сказать вежливо, но мне кажется, очень важно, когда стороны понимают друг друга, и главное, чтобы это было не просто нет, а объяснение, почему нет. Аргументированно. И может быть такая аргументация позволит потом это превратить в да или может быть. Что касается молодых дипломатов, мне довелось присутствовать на одном мероприятии, которое проводилось в Университете мировой экономики и дипломатии. И было крайне интересно присутствовать на нем. Послушайте, оно было посвящено ШОС. Да, модель ШОС. Модель ШОС, да, модель, не форум ШОС, модель ШОС. Что одна группа студентов занималась проведением Совета глав государств, другая правительств. Прежде всего, я считаю, что молодые дипломаты должны овладевать знаниями. Знания, базовые знания, позволят всегда в дальнейшем углублять их. И в зависимости от того направления, где они будут работать, той страны или региона, развивать имеющиеся знания. Но, кроме этого, мне кажется, что необходимо обладать терпением и выдержкой. Уверяю вас, дипломатическая жизнь непростая. И иногда со стороны кажется, что дипломаты, главное в их жизни посещение приемов и раутов. Отнюдь нет. Крепотливая работа, ежедневная работа, которая требует анализа, которая требует понимания и достижения доверия со стороны партнеров. И вот этому всему научиться можно, работая терпеливо, самоотверженно, не жалея ни своего времени. Ну, а здоровье все-таки надо подумать. Спасибо большое, Владимир Львович, за вашу беседу, за то, что вы смогли уделить на время. Ну, и от себя лично желаем успехов в дальнейшем развитии двусторонних отношений между нашими странами. Спасибо. Я искренне надеюсь и я уверен, что наши взаимоотношения будут развиваться и дальше по восходящему. Спасибо. 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 Спасибо.